Лица, отбывающие наказание в местах не столь отдаленных, это неотъемлемая часть нашего общества и имеет полное право обучаться, принимать участие в модернизационных процессах, то есть трудиться и тем более получать за это оплату. То есть отбывание наказания никак не должно мешать заключенным получать образование и иметь возможность трудоустроиться. Мы заглянули со съемочной группой в одно из исправительных учреждений ДУИС города Астаны и увидели сами, какую возможность имеют заключенные трудоустраиваться там. Меня зовут Лаура Жакопова, это полиция КИЗЭТ. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас тут кипит работа, что вы делаете? Мы делаем мебель корпусную. Это заказывают, получается, люди, это труд у вас оплачиваемый, да? Да, естественно. Корпусную мебель умеете собирать? Что вы уже собирали раньше, расскажите. Ну, мы все собирали, детские сады, там, школы, садики. Такие большие объемы берете? Делаем. И, получается, сюда доставляют сырье, скажем так, дерево, да? Ну, все абсолютно, что нужно. Нет, вот конкретно привозится материал. В листах мы его распиливаем, раскраиваем, кромим, сверлим, собираем, отправляем. У нас в учреждении сейчас функционирует 9 представителей ИП, ИТО, малого и среднего бизнеса, которые занимаются изготовлением таких изделий, как бумажных мешков для сыпучих смесей, мебельный цех по производству мебели, обувной цех по производству обуви. Также и другие ИП по производству изделий из дерева и железа. По прибытию в учреждения все осужденные нами принимаются, ведется с ними беседы, в ходе которых мы узнаем, какие имеются у них профессии, навыки, чтобы в последующем это учтить при их трудоустройстве. Близ Астаны находятся три исправительных учреждения. Одно из них – чрезвычайной безопасности. Здесь отбывают наказание преступники, осужденные на длительные сроки – по 10-15 лет за особо тяжкие преступления. Для них здесь созданы рабочие места – польза и осужденным, и обществу. Например, осужденные сами себя обеспечивают хлебом. В этой пекарне пекут до сотни буханок хлеба для себя и населения других колоний города. На базе вашего учреждения какие есть возможности получить образование у осужденных? В настоящее время у нас в учреждении имеется вечерняя школа, где осужденные получают обязательно среднее образование. Кроме того, имеется два филиала колледжа. Это агротехнический колледж самого поселка Аршалы и состальные колледжи тоже филиалы. Там у нас производится образование по шести специальностям. Это такие специальные, как строительное дело, швейное дело, сантехник, электрик, стокерное дело, сварщики, газосварщики. В настоящее время у нас там обучается 85 осужденных. Вот учусь. Вот только сейчас, да, учусь? Почему номинар обумывают? Вот, понравилось. Понравилось, да? Заключенные после окончания колледжа получают дипломы государственного образца. Когда эти люди освободятся, они получат на руки этот документ и смогут трудоустроиться по специальности. Выходя уже на волю, насколько сложно трудоустраиваться заключенным? Ну, насколько я знаю, тоже это сообщение с осужденными, у них есть определенные трудности. Конечно, судимость дает о себе знать. Ну, естественно, где-то их на испытательные срока берут, где-то смотрят на их невозможность, что они умеют, как умеют. И в дальнейшем уже, если они как бы показывают себя с положительной стороны, они их уже берут на работу. Естественно, мы со своей стороны тоже рекомендации даем положительные, где-то характеристику даем, как он себя вел в непосредственных местах лишения свободы, как относился к труду, работал, не работал ли. Есть осужденные, которые открыли свои мебельные, там вот, допустим, тоже есть у нас осужденные, там трое осужденных вместе работают в одной мебельной фирме. А навыки они получают? Навыки получаются в вашем учреждении. Выйдя отсюда, вы уже знаете, чем будете заниматься? Ну да, есть специальность. А сколько осталось вам? Полгода. Полгода. Ну, в принципе, время пролетит быстро. Здесь что вы делаете? Ну, столики, столики. Ой, как это все. Вы сами рисуете? Или это где-то с интернета? Нет, это трафарет я кидаю, а потом задуваю, а потом... Слушайте, это же терпение нужно. Ну, в принципе, здесь на зоне терпением приходится все равно заводиться, да? Терпение. Это труд как... Отроплачивается. Ну да, просто с каждым разом оно приходит. Ну... А сколько вы уже так лет руку набиваете тоже? Ну, я уже тут 7 лет работаю. 7 лет? А заниматься начали вот таким вот, как правильно, столярным? Столярным. Ну, где-то лет 8, наверное. Лет 8. То есть на свободе вы уже начали заниматься? Нет, на свободе я не занимался этим. Я здесь начал. Работа в исправительном учреждении – это, можно сказать, привилегия. Трудно представить. Отбывание срока под 10-15 лет ничего не делая. Есть в этом, конечно, и другие важные моменты. Никто никому ничего не должен. Все на добровольной основе. А сколько, если не секрет, вы получаете за свой труд? Сдельная работа. Сколько сделаем, столько и получаем. Ну, что вам хватает вашего заработка? Ну, хватает. И домой послать, там, семье, детям хватает. Отправляете каждый месяц, да? Ну, работа есть – отправляем. Согласно нормативно-уголовно-исполненному кодексу, у нас осужденные, допустим, имеют право на заработанные деньги, они помогут тратить. Если, допустим, осужденные, которые находятся в отрядах, они только определенное количество денежных средств могут потратить в месяц для приобретения. А осужденные, которые трудоустроены, они непосредственно все. Вот заработал он, допустим, 70 тысяч в течение месяца, он может эти все 70 тысяч потратить на себе. У нас имеется магазин тоже на территории учреждения, где данные осужденные за эти деньги могут себе приобретить или иные товары. Чтобы не просить у родственников, допустим, тоже, чтобы, как бы, ну, помощь где-то своим родственникам могут оказать. Ну, касаемо зарплаты, у нас имеется две разновидности в настоящее время. Это непосредственно минимальная зарплата, которая 70 тысяч составляет, и издельная оплата труда. В зависимости уже ИП, сами они дальше обговаривают в трудовом отношении между собой, говорят, какой у них будет зарплата. В этом исправительном учреждении наказание отбывают 560 человек. 233 из них, а это 46%, работают. У нас в начале года регулярно проводятся дни открытых дверей. Мы приглашаем представителей малого и среднего бизнеса, приглашаем палату предпринимателей от Амикен, проводим обход территории, покажем возможности, которые у нас имеются, которые цеха имеются, осужденные, которые могут работать, какие могут они делать работы. И в дальнейшем, конечно, хотелось бы и больше, чтобы было трудостроено, но в настоящее время такая работа у нас проводится. Работа в колонии – это возможность не только быть занятым, иметь деньги на свои нужды, но также помогать близким. Но не только это мотивирует осужденных. Получают либо 50% они оставляют на погашение исков в госдоход, либо, кроме того, если при издельной оплате они пишут заявление, согласно заявлению они тоже как бы осуждены, больше стараются погасить свои иски. Почему? Потому что это влияет их на дальнейшее отбывание, могут при условно-досрочном освобождении это очень влияет на погашение иска, при замене отбыта, части наказания. Не все, наверное, горят желанием идти работать среди осужденных. Наверное, какие-то единицы, кто любит труд, и может быть, кто-то хочет заработать. Я не знаю, у кого-то нет возможности. Я, например, у меня нет, чтобы с дома приезжал, я и тружусь сам для себя, чтобы у меня было. Карманные расходы? Да. Покушать, чай, сигареты. А помогает вам это отвлекаться от грустных мыслей? Работа всегда помогает, вы же знаете об этом прекрасно. Вот ваша работа отвлекает вас от повседневности, тоже и нас. Но еще и благое дело делаем? Само собой, обязательно. Сами люди, которые трудоустроены на зоне, они меняются? Если даже взять статистику, мы недавно тоже проводили анализ, большая часть осужденных, которые у нас трудоустроены, она тоже большая, все осужденные трудоустроены, они у нас даже элементарно нарушение режима содержания меньше нарушают. У них как бы они стараются держаться за работу, стараются режим не нарушать, стараются поощрение где-то получить, в отличие от тех, кто осужденный, которые нет трудоустроены. Труд непосредственно, он является основным из условий исправления осужденной. Так в машинах разбираюсь. То есть могу устроиться в ИСТО, также могу на стройку пойти. По строительству тоже умею работать. То есть уже совершать такое преступление я дальше не намерен. Почему? Потому что когда ты осознаешь, что всю молодость ты здесь провел, и сколько жизней ты потерял, сколько своим родным, близким, принес, можно сказать, вреда, слез, сколько они провели. Находясь здесь в колонии, мы заметили вот такие терминалы. Это специальные электронные терминалы. Через них осужденные могут отправлять свои предложения или жалобы на сотрудников исправительного учреждения или его руководство в генпрокуратуру и другие ведомства. Любой орган может подать жалобу, заявление, предложение. Мы к этому как бы без присутствия сотрудников. Стоит терминал, он может подойти. Мы каждого из них обучили, показали. Есть наглядные методические рекомендации, как это все делать. То есть любой осужденный может подойти и подать жалобу. Пребывание в исправительном учреждении – это, безусловно, наказание довольно суровое. Но и здесь есть возможность саморазвиваться, получать образование, зарабатывать деньги. И тут соблюдаются основополагающие права граждан, гарантированные Конституцией. Одно из них – это право на труд. Как человек будет использовать эти возможности, конечно, только от него и зависит. Государство заинтересовано в том, чтобы люди, которые отбывают свое наказание, быстрее адаптировались к жизни в обществе, в мирной жизни. В этом заинтересовано должно быть и само общество, ведь люди эти – часть его. Поэтому хотелось бы, чтобы предприниматели активнее участвовали в адаптации осужденных к жизни в социуме уже на территории колонии. А вот работодатели принимали на работу людей судимостью, конечно, при определенных установленных ими условиях. Вы смотрели программу «Полиция КИЗ». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова